Сновидения в психоанализе и в психоаналитической психотерапии понимаются следующим образом. Сновидения — это наша психическая продукция, наша собственная психическая деятельность. Как часто люди в обычной жизни говорят, мне приснилось, словно я в этом плане, а пассивная личность, и ничего я вроде как и не делал, а сновидение просто со мной случилось. То есть мне приснилось, если же это вот пойти дальше и расшифровать, то это можно понять, как это сновидение, мне просто приснилось, это не моё. Нет, мы здесь говорим, что сновидение — это творение самого сновидца, а в обычной жизни можно сказать, что вот сновидец вроде как-то не имеет к этому отношения, да, вот почему мне вот это вот приснилось, нет. Французы говорят о том, что я сам сделал сон, да. Я сама сделала сон. Вот так вот. Я кого-то пригласила в своё сновидение. Я почему-то этот образ, этот объект в сновидении создала. Или создал, да. То есть сновидение — это продукт психической деятельности самого сновидца. Ко всему прочему, сновидение ещё со времён Фрейда — это как некий ребус, как некая загадка, которую необходимо в совместной работе с аналитиком расшифровать и разрешить. Как некое зашифрованное письмо, которое нужно разгадать, расшифровать. У сновидения есть определённая функция. С одной стороны, смотрите, есть сон и есть сновидение. Есть сон, и его задача — восстановить нашу энергию. Мы хотим спать. Это одно направление. С другой стороны, возникает как некий компромисс, как некая золотая середина, потому что мы хотим спать, но наша психическая работа всё равно продолжается. Как же быть? Вот таким вот компромиссом и является, по мнению Зиммунда Фрейда, само сновидение. То есть сновидение — это то, что в норме призвано охранять наш сон. При этом Фрейд отмечает, что кошмарное сновидение не справляется со своей функцией. А когда нам снится кошмар, мы, наоборот, пробуждаемся. То есть функция не выполняется. А в принципе, ещё раз, да, сновидение должно охранять наш сон. И выступает определённым компромиссом. С одной стороны, мы хотим спать, но психическая работа продолжается. И в итоге вот такой вот компромисс мы видим сновидение. Третий аспект, который я хотела бы вам рассказать, что в сновидении есть два пласта. Первый пласт — это явное или манифестное содержание. Что это такое? Это то, что мы запомнили, и то, что вот мы пришли, если же у нас есть там терапевт, или просто мы кому-то рассказали. Есть скрытое или латентное содержание сна. И вот он, второй пласт. Это то, что как раз-таки скрыто за явным манифестным содержанием. То, что вот мы видели во сне, да, явное содержание. Изначально Фрейд объяснял, что же тогда скрыто, да, что является латентным. По мнению Фрейда, это возврат вытесненного. То есть изначально что-то было вытеснено, и сознание отправилось в бессознательное, и в сновидении вот это вытесненное, опять-таки в непрямом, зашифрованном виде, прорывается. Напрямую мы с вытесненным не имеем дела, напрямую с этим не сталкиваемся, да, обязательно что-то шифруется. После Фрейда, когда говорят про, к примеру, пограничных пациентов, говорят про то, что это потребность в переработке чего-то. Вот так вот. Существует три источника сновидения. Первый – это дневной осадок или дневные остатки, остатки дневных событий, дневных переживаний. И вы часто можете за собой такое наблюдать, что было что-то накануне, и ночью вам, ну, то есть с чем-то вы имели место в обычной повседневной жизни, в действительности, и что-то действительно вам это и снится. То есть это недавний нейтральный материал. И ночью мы видим то, что с нами было днём. Может быть, не всё событие целиком, может быть, какие-то отголоски, как вот событие, которое было днём, да, оставило в нас определённый след. И вот этот вот след проявляется в сновидении. И в этом плане наше ночное мышление является неким продолжением дневного мышления. Ну, в некоторой степени, конечно же, да. Есть даже такое представление, что что-то, что было днём, в сновидении взаимодействует с нашим, ну вот, бессознательным, с нашим психическим, с нашим прошлым, да. И одно соединяется с другим. Второе – это соматический источник. Помните, я сказала, да, вот наше желание спать, то что, то есть физиологически нам это необходимо просто. Соматический источник – это наше тело, наши телесные потребности, они и запускают само сновидение. А третий источник – это бессознательное желание. В принципе, всё наше бессознательное, по-простому говоря, это и есть всё наше инфантильное, или инфантильное, это понимается как детское. Не инфантильное, как в плохом смысле, да, вот что-то ты инфантильный очень. Нет, инфантильное – это наше детское, это наше бессознательное. Поэтому бессознательное желание, которое есть в сновидении – это наше, наш инфантильный материал. Какое-то взрослое желание подпитывается энергией детского желания. Пару слов о том, каковы виды сновидений. Смотрите, друзья, есть неискажённые сновидения. Это прямое непосредственное удовлетворение желания. Так голодный во сне кушает. Фрейд отмечает, что это те сновидения, которые типичны для детей. Все сновидения взрослого являются искажёнными. Но по большому счёту, конечно, взрослый тоже может видеть неискажённые, какие-то свои желания напрямую во сне удовлетворять. Но в основном у взрослого искажённые сновидения. А напрямую и вот так вот просто узнать о том, каково наше бессознательное, в сновидении мы не можем. Психика работает таким образом для того, чтобы нас защитить от столкновения с чем-то неприятным. Психика, опять-таки, такой компромисс, она зашифровывает бессознательное. Поэтому в сновидении бессознательное с одной стороны есть, а с другой стороны до него нужно добраться, его необходимо расшифровать. То есть оно как-то скрыто тоже. И напрямую мы именно поэтому из-за вот этого искажения, это понятие работы сновидения, мы не сталкиваемся напрямую со своим бессознательным желанием. Это вот нужно расшифровать. Есть такой тип сновидений, как программное сновидение. Что это такое? Если же человек находится в терапии или в анализе, он приходит, в какой-то момент приносит сновидение. Мы так и говорим, что клиент приносит сновидение. И вот в том случае, если же клиент по своему желанию сам принёс своё первое сновидение. Это и есть вот это программное сновидение. То есть то, что клиент сам сказал, а аналитик об этом не спрашивал. И вот самое первое. Принято считать, что это то сновидение, которое отражает главный конфликт и суть проблематики пациента или клиента. Например, женщина, которая говорит, что во сне несёт какую-то ношу. А что эта ноша вам напоминает? Или вместо этой ноши кто мог бы быть? Эта ноша, это вообще про что? И клиентка даёт такую ассоциацию, что это сейчас мне пришло в голову, что почему-то мне хочется сказать, что это мой младший брат. И тогда вот это программное сновидение отражает основную конфликтную зону в её психике. С одной стороны, она чувствует ответственность, вину и ответственность за младшего брата. Нужно его нести, быть для него опорой. Он как словно не может сам ходить, она его несёт. А с другой стороны, вот он конфликт, есть всегда другая сторона. С другой стороны, у неё есть потребность избавиться от этой ноши. А есть болезненные сновидения, которые не восстанавливают нашу психическую энергию, не улучшают наше психическое состояние. И это те сновидения, которые не являются исцеляющими. К таким относятся, например, травматичные. А если травматичные, то это повторяющиеся сновидения. Потому что мы говорим в психоанализе о том, что травма – это то, что всегда повторяется. И повторяется с определённой целью. Наконец-таки быть интегрированной. А травме это нужно строиться, интегрироваться в психический аппарат. А можно это сделать только тогда, когда нечто будет связано с удовольствием. Вот он, фрейдовский принцип удовольствия. То, что связывается с удовольствием, мы это можем принять, интегрировать в свой психический аппарат. Повторяющиеся травматичные сновидения возникают по механизму ПТСР. По механизму навязчивого повторения. У меня есть на канале видео про это. Можете прямо ознакомиться. И повторяется, знаете, как бывает, повторяется не именно вот прям травма, да? Прям травма повторяется, вот. А бывает, что какой-то свой индивидуальный сюжет повторяется в сновидениях, да? Повторяется, может быть, есть какие-то модификации, изменения сюжета. Но вот нечто, вот прям вот какой-то сюжет постоянно повторяется. И это заслуживает особого внимания аналитика. Мышление в сновидении – это действие первичного процесса. Того процесса, который не знает, что такое формальная логика, чёткая последовательность, исключения, противоречия, не знает, нельзя. В первичном процессе всё существует, всё возможно. Нет ничего невозможного. И всё существует, всё есть, и всё существует прямо сейчас одновременно. У меня есть видео про механизмы защит. Там я тоже рассматривала, что такое первичный процесс. У французов есть такое понятие, как работа психической изобразимости. Сновидение – это вот эта работа. То есть изобразимость, что-то изображается, значит, есть образы. И эти образы, вот работа сновидения – это сгущение, смещение. Есть символы, да, в каждом сновидении есть символы. Когда, например, черты одного объекта смещаются на другой объект. Ну, допустим, комната. Человек говорит, вот мне снилась моя комната. Ну, как словно она не моя, да? Есть вот первое что-то и что-то второе. Вот так вот соединяется. Или же в сновидении снится, допустим, мужчина. То на самом деле это может быть и отец, и брат, один и тот же мужчина. И это может быть и мама, и сам сновидец. То есть, смотрите, один образ вмещает в себя характеристики разных образов, да, в данном случае объектов. Вот они механизмы смещения и сгущения. Вот образ сгустился, да, как я вот показывала выше на примере. как сновидение отображает связь. Те события, которые идут друг за другом, вот одно событие, затем другое, то между ними есть связь. И ещё связь в сновидении отображается одновременностью, те события, которые одновременно происходят. Между ними тоже есть связь. И ещё у сновидения есть тоже такая маленькая хитрость, то, как сновидение нас обманывает, главные элементы в сновидении изображаются очень даже незначительными. Вот такая вот хитрость. Казалось бы, это что-то самое главное, но это что-то, что мельком промелькнуло в сновидении. Сновидец рассказал, даже сам внимания на это не обратил. А это самое главное. И мы говорим, что есть работа сновидения и есть обратный процесс, когда нам нужно зашифрованное расшифровать. Это истолкование, интерпретация сновидений. И здесь, и про символы я говорила, что у сновидения есть различные символы, и символы индивидуальные. Вот эта женщина, это кто для вас, кого вам она напоминает и так далее. То есть символы индивидуальные, какие-то предметы. Интерпретация сновидений выглядит следующим образом. Не нужно делать глобальный вывод. Это вот вам снилось вот к этому. Как вот есть типичный вопрос такой, а к чему мне это снилось? Нет, мы идём не к глобальному выводу изначально, а мы идём от частного. К глобальному выводу мы потом подойдём. Вначале нам нужно разложить сновидения на составные части, на элементы, на различные детали, и подобрать ассоциации к каждому из этих элементов. То есть обращаем внимание на частности. И символику из связи знает сам сновидец. Он просто не знает, что он знает. Но аналитику важно показать, что это ваше сновидение, и вы знаете смысл этого сновидения. То есть к каждому элементу необходимо подобрать ассоциации. Что это такое? Это то, что приходит вам в голову. Это воспоминания, какие-то идеи, что-то ещё. Вот это подбирается, да? А затем аналитик делает синтетическую работу. То есть до этого сновидец ведь что-то говорил, какой-то материал был, да? И после сновидения тоже человек что-то говорит. И вот аналитика соединяет ассоциации, которые пришли к разным элементам сновидения, вот с этим вот материалом. Ну, со всем остальным материалом, да? Что человек говорил до и что человек сказал после сновидения. Фусу Ларису Ивановну предлагает следующую технику по работе со сновидениями. Вот сновидец что-то рассказал, да? Есть какое-то сновидение. Выдерживается небольшая пауза. Сразу аналитик ничего не говорит. И сновидец рассказал сновидение, да? Небольшая пауза. А затем первое, что сновидец скажет после вот этой паузы, это то, что имеет отношение к сновидению. Есть такое правило в психоанализе. Если же мы что-то говорим, да, и за этим следом что-то ещё говорим, то два предложения связаны, между ними есть связь. Мы говорим одну мысль, потом уже идёт следующая мысль. На самом деле это те мысли, которые связаны. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.